всем привет здравствуйте меня зовут илья это канал изучаем c++ вместе и мы продолжаем наш плейлист о свой c++ самостоятельно за 21 день занимаемся мы по одноименной книге такого автора как сидхартха рау это наше 23 занятие это наша четвертая часть нашего 23 занятия поэтому на сегодняшнем занятии до перед тем как вот это вот все на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим инициализацию элементов контейнере заданным значением и напишем листинг 23.4 использование алгоритмов fill и fill n для установки исходных значений контейнера будет стопудово интересно потому что мы ни разу за все вот эти 100 роликов предыдущих филом не пользовались не знаю что это такое будет по-любому круто вот поэтому как бы вот такая вот история на занимаемся напомню что у нас сейчас начались 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 алгоритмы stl входящие в стандартную библиотеку и стояли вскую до шаблон ну вы поняли да вы стояли в общем входящую все вот это вот и соответственно мы по этому делу с вами занимаемся поэтому если вы еще не смотрели предыдущие ролики 23 занятия то как обычно настоятельно рекомендую по ссылочке в описании переходить смотреть сначала 23 занятия чтобы во первых понять какие функции мы уже разобрали какие с какими алгоритмами мы поработали а с какими нам еще предстоит работ вот ну и перед тем как мы начнем все как всегда все по традиции господа не забываем ставить лайк и подписываться на канал потому что напоминаю что за последние 28 дней время просмотра подписчиками составляла 54 процента чуть больше до почти 55 это отличнейший результат ну как почти без 0 6 но в любом случае отличнейший результат для моего канала я благодарен вам всем и каждому но наш челлендж с вами 60 процентов поэтому не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики ok на этом занятии мы особо не повторяем чем мы занимались на прошлом занятии потому что это не очень так все связано да просто рассматриваем разные функции из заголовочного файла алгоритм они же алгоритмы да вот кстати вопрос как правильно говорить то есть все таки мы используем алгоритмы да то есть когда я говорю что мы занимаемся но вот наша тема 23 занятия это алгоритмы библиотеки ст стандартные алгоритмы библиотеки алгоритмы библиотеки дасты то есть все таки я просто когда говорю слово алгоритмы у меня постоянно в голове что-то немножко другое и получается когда я вижу вот такой алгоритм вот такой алгоритм вот такой алгоритм мне почему-то хочется сказать что это функция можно ли вот это назвать алгоритмической функции кставки вообще наверно можно потому что если мы подумаем логически то функция это что такое функция это какой-то объект который принимает какие-то параметры и что-то нам возвращает до наш алгоритмический объект наш алгоритмическая функция она же принимает какие-то сущности что-то нам возвращает напишите в комментариях как вы думаете можем ли мы это и грамотно ли это называть это алгоритмической функции, а не просто алгоритмом. Потому что, когда я говорю слово алгоритм, вот это в голове всякие деревья, там, да, вот это вот фреши, вот это вот все, да. Здесь как бы search такой, и он такой, я тоже алгоритм. Ну, понятно. Ну, в общем, как-то сложно, да, хотя мы разобрались. Что такое алгоритмы? Это просто предписание каких-то действий, да, и любая наша программа в сущности своей можно назвать ее алгоритмом. Но как правильнее вот в коде называть? Немного непонятно, поэтому напишите в комментариях, будет интересно посчитать. Окей, как обычно, 2 миллиарда часов лирическое отступление. Поехали. Сегодня у нас с вами. Сегодня у нас с вами листинг 23.4. Сейчас бы начал прошлый листинг. Было у меня как-то уже такое. В этой книге, когда я начал записывать ролик и по прошлому ролику проходился. Окей, поехали. Инициализация элементов в контейнере с заданным значением. Алгоритмы STL алгоритмы, видите, алгоритмы STL fill и фил n позволяют заполнить содержимое заданного диапазона определенным значением. Алгоритм fill используется для перезаписи значения элементов в диапазоне, указанном его границами. Указанным его границами некоторым значением. То есть, интовый вектор, нам int3, заполнить все элементы контейнера значением 9, fill, начало нашего вектора, конец нашего вектора и девяточка. То есть, вся девяточка пройдет по всему вектору. Прекрасненько. Как и предполагается из его названия... Ага, мы просто название не знаем. Сейчас мы узнаем его, кто такой fill. Как и предполагается из его названия алгоритм fill n устанавливает значение для n элементов. Он нуждается в итераторе, указывающем начало диапазона, количестве и значение для заполнения. Fill n, начало на нашего... Ну, то есть, итератор на наш... Begin на наш вектор, плюс 3. Дальше количество, например, 3. и значение минус 9. Ну, так, конечно, сложновато, но мы сейчас посмотрим листинг и все будет прикольно. Листинг 23.4. Использование алгоритмов для установки исходных значений алгоритм. Так что такое fill? Заполните. Ааааа, англичане собрались! Все понятно. Fill это заполнение. Ну, вот так вот мы с вами когда-нибудь и будем разбираться в английском языке. Хотя, тут просто слова такие, которые ты никогда не видел, да? окей поехали листинг 23.4 использование алгоритма для установки исходных значений контейнера нам сегодня с вами понадобятся такие заголовочные файлы как алгоритм вектор и и у стрим поэтому включим включаем все это дело алгоритм вектор и стрим включили три наших сголовочных файла дальше у нас на 4 строке кода наша основная функция main в которой мы будем делать следующее во первых мы укажем что мы будем пользоваться пространством имена std чтобы не писать префикс далее на восьмой строке кода у нас будет комментарий который говорит нам что не создаст инициализация вектора из трех элементов инициализация вектор из трех элементов как мы с вами помним мы с недавнего времени стали все это дело переводить переводчики хотя бы это видеть чтобы вот как бы тогда инициализации но вектор об фриле элемент слов английский тоже чуть чуть прокачиваем свой но хотя бы чтобы видеть вообще как это все называется и все в этом дети вот соответственно создаем объект класса вектор указываем явно что он ну смысле указываем что у него тип данных будет индовой называемого нам инвер как обычно нам с инвер как обычно и показываем что у нас будет три элемента векторе помним да что если у нас круглые скобки после названия вектора они фигурные то это количество элементов которые будут у нас внутри инициализируется они нулями вот сейчас вопрос у меня такой возник что-то мы так давно это не проверяли давайте быстренько просто действительно ли там нули ну вообще по идее должны быть но мы так давно этого не делали потому что как бы повторение мать учения давайте побырику просто это чисто для нас проверим чтобы убедиться что мы с вами не сошлись мы так спокойно от утречка слушайте слышать и куточка ну как утречка три часа вы поняли патент line как он еще припишем просто ради интереса ради вспоминания но вообще по идее до должен инциализироваться нулями и 30 там должно быть да все три нолика отлично убедились вспомнили молодцы просто что-то я такой посмотрел и такой вот так стало ну нормально окей далее 11 строка кода заполняем все элементы контейнера значением 9 дополняем дополняем элементы окей но перед этим мы переведем это предложение и лаву элемент софт контейнер дэйд дэ вау ю най полный на и так забавно говорит роботы этикаешь так хорошо поехали ну вставим там конечно не влезла но нам это неважно потому что мы это увидели главное что мы это прочитали главному что это запомнили ну как запомнили вы поняли так окей наш алгоритм фил используем наш алгоритм фил в него мы передаем значит начало нашего вектора конец нашего вектора и значение которое мы хотим туда положить интересным давайте кстати здесь будут не себе и надо здесь беден и потому что не констант иператоры будут потому что мы будем там менять это все дело это прикольно вот сейчас как будто бы знаете вот это нащупывается понимание когда используют беги на когда себе ген и мы сейчас кстати проверим черт блин удалил этот порта чтобы вывести все это дело но давайте еще раз просто нам запрещать делать так и сделать вот так она наверное не должна работать или будет работать нет все таки она почему-то хочет дальше работать так ну давайте еще раз цикл форум ну просто просто интересно же послужим вот это значит что до сих пор не въезжаю в разницу хотя здесь просто итератора не указывают а потом меняется носят блин плотно да так окей ладно давайте посмотрим еще раз вот так вот нам сын век и ты и онлайн условный да окей и вот здесь вот еще раз его тоже сделаем посмотрим два раза то есть сначала мы велит на девятку все должно три пустых элемента должно заполниться девятками а потом должно заполниться десятками ура 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 а почему у меня не показывалась ошибка вот вот кстати пока может быть она просто показывалась у меня опять сломалась и дешечка вот ну все отлично да прикольно замечательно великолепно константные императоры нельзя а то то дело так плохо она не работает а так пожалуйста вам вот три девятки а вот 30 вот это я понимаю вот это вот это от души вот это душевно душу не понимаю почему ошибка а я может просто не собрал окей вот она программа юбка not assign to variable в этой с конст вы не можете сайн применить значит не можете назнать вы не можете назначить переменную константа соответственно вот вот смотрите как прекрасно получается получается вот здесь уже вот прям ясно видно то что мы здесь будем менять значение внутри наши то есть наш фил будет менять значение наших итераторов то есть вот здесь вот мы такие хлобысь указываем у диапазон чик подавай-ка ты пробежишься от начала до конца и поменяешь у нас все на девяточки уроки никаких проблем и полетел менять нам все на девяточки мы это дело все с вами увидели а если мы ему даем константный беги на константные то есть как бы ну ты там ничего только не меня это условно говорим компилятору в смысле отчета тогда что ты делаешь отлично понятно понял вот это я вот это я одобряю отлично здорово так окей что у нас дальше 14 строка кода комментарии увеличите размер вектора до 6 увеличиваем размер вектора до 6 увеличиваем увеличиваем размер вектора до вести precise а инкрейс 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 вектор со струкс окей хорошо увеличиваем размер нашего вектора это мы делаем просто при помощи функции сайзи к кстати или 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 макса интересно как ну как как мы вели вырезать все правильно возвращает рисовать рисовать ну кстати тогда не увеличиваем размер вектора получается здесь да а мы его изменяем размер вектора дейсайс он меняет размер вектора они увеличивают а кстати по поводу увеличить что-то мне сегодня так много вопросов макс сайз а что делает макс сайз он возвращает он константы смотрите да то есть он мы не можем в него значение то есть нет он тоже какой-то интересно кстати макс сайзом не помню чтобы когда-то пользовались окей ладно не будем тут это самое которое но знаем что до 3 сайт это изменить размер то есть мы не увеличиваем но мы как бы увеличиваем но мне кажется просто это немного некорректно написано мы изменяем размер вектора ну ладно я же докопался хорошо поехали дальше 17 строка кода у нас с вами заполняем новые с третьей позиции три элемента значения минус 9 заполняем новые третьей позиции элемента значение 9 заполняем новые три заполняем новые три элемента значением 9 минус ли окей погнали все переводчик загоним посмотрим как звучит пил опа а вот как приятно да такой хлоп а тут заполняем field field of you free elements битвы валы минус минус минусной окей from при позиции кстати даст 3 позиции стреть позиции from 3 позиции при позиции здорово хорошо приятно там он туда улетает но нам это неважно да на самом деле до кода мы просто так для себя это дело делаем но приятно да видеть ты такое как бы фил а тут вон так с третьей позиции это получается что нам нужен наш вектор он нужен наш вектор нам нужно его беги и нам нужно ему плюс 3 до написать далее передать сколько значений после мы хотим изменить и чем мы будем это дело соответственно заполнить заполнять не изменять и заполнить здесь фил это заполнение хорошо получается как то так здорово поехали далее 20 строка кода содержимое вектором держи мая вектора содержимое вектор а у нас и калфор и просто смотрим на вектор до сости аюкей нам свектор сайс и префиксный элемент угей у него там индекс новым лишь к индекс давайте изменим уж все как как надо до индекс как на было здесь меня интерес я бы я кстати хотел проверить изменится ли везде потому что если мы изменим вот здесь вот она меняется везде а здесь она опять не изменился кто негодяй вернее как наш конструкцию поменял что сделал префиксный элемент но в любом случае такие умные и движечки конечно а то так все out внутри нашего пора у нас out вот эти сейчас конструкции будут элемент 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 на скобочка вот это все закрылась индекс далее скобочка в но и а вот ну и наш вектор ну только индекс конечно так а окей а вот история получилась у нас с вами все собралось все замечательно давайте еще раз сверху вниз по коду и разберем что здесь у нас есть значит в этом нашем с вами листинге нам пандрит был потребовалось три заголовочных файла алгоритм вектор ее стрим соответственно алгоритм для того чтобы работать с алгоритмами или функциональными алгоритмами с этим разберемся в комментариях фил и филан соответственно заголовочный файл вектор отвечает за то что мы можем работать с объектами класса вектор соответственно и и стрим отвечает за то что мы можем работать с объектами сяут поток вывода и все вот это вот далее наши основные функции мы указываем что у нас пространстве имена ст.д. так и мы еще заплаке от своими не соли там кириллица было поэтому сначала сплакею чтобы грамотный вывод кириллит ну корректный вывод кириллицы был то лизик нет песен сказал далее мы создаем объект класса вектор указываем что он будет иметь винтовый тип данных и не инициализируемого ничем указываем что его размер будет минус ну смысле тройка да кстати а можно же по моему еще вот так вот сделать просто так давно этого не делали что нет это где-то где-то же такой будет где-то была такая форма записи нет можно было указать размер а потом ладно надо все-таки как-то возвращаться и что-то повторять периодически потому что таких моментах реально уже все забывается то есть мы так вообще два миллиарда раз не делали и если мне такое показали я бы сказал да вы да вы шо да вот так вот надо ну как бы кто кто так делает да типа вот так на поэтому это все не забываем что если мы у нас есть если мы знаем какое количество элементов будет иметь наш вектор и не хотим его ничем инициализировать то есть ноликами то мы вот в такой форме записи создаем вектор и круглые скобки в круглых скобках указываем количество элементов которые у должно быть в нашем векторе хотя бы изначально и тогда у нас все это дело инициализируется автоматическим ноликами и внутри наших векторов были нолики мы уже убедились в этом деле да далее мы при помощи нашего алгоритма feel который принимает себя 23 параметра получается начало и конец ну контейнера соответственно и указываем значение которое мы хотим заполнить наш диапазон который мы указали вот кстати интересная вещь если мы вот здесь можем указать минус один и чё у нас тогда будет 2 девятки и ну и нолик до соответственно должен быть а давайте сначала все дело опять вот я вот это вот сначала сейчас все прочитаем потом запустим посмотрим что все работает а потом немножко поэкспериментировать вот соответственно принимать три параметра и ok сюда далее мы изменяем размер нашего вектора при помощи функции члена риса из помню что риса из это относится к виктором а вот функция члена класса вектор мы рисуем до 6 чтобы наш вектор стал не тройную размер у него был не 36 и заполняем новые позиции при помощи алгоритма feelin мы заполняем с третьей позиции до оставшиеся наши три элемента для этого нам тоже в нашу соответственно наш алгоритм мы должны передать три параметра то есть оттуда откуда мы должны начать а соответственно нас это begin плюс 3 потому что мы хотим начать с третьей позиции и соответственно упомним что до 0 1 2 3 3 позиция как раз таки будет пустой элемент мы ни на что не сядем как говорится сверху ничего не перезапишем мы заполняем именно уже третью пустую позицию которые вот здесь вот скорее всего инициализируется нулями кстати тоже интересно сейчас через смотрим и когда мы риса из 0 и там нолики добавились наверное скорее всего должно быть так просто вспомним в голове все это дело да ну и соответственно с третьей позиции каким значением мы это все заполняем это минус 9 и то есть с 3 начиная с третьей позиции в нашем векторе будет 333 смысле 999 и потом минус 9 минус 9 минус 9 вот далее мы на консоли ожидаем увидеть содержимое вектора ну смысле фразу содержимое вектора дальше уже сам элемент что мы увидим на нулевой элемент имеет какое-то значение и все вот давайте запускать и смотреть все ли так как мы с вами предсказали смотрим содержимое вектора нулевой элемент девятка девятка девятками на двери виде все как мы как бы и должно было быть так окей давайте вот это дело во первых сопрем отсюда ставим и вот здесь вот минус один будет ли ну смысле не сюда минус один конечно же то есть сейчас мы ожидаем что сначала могут здесь вот в этом увидим цикле 990 вот давайте еще цикл этот вот сюда вот засунем здесь мы ожидаем увидеть что 990 и еще три нуля но здесь уже ничего не думать чудом не ожидаем эти запустим посмотрим смотрим сначала элемент действительно 990 а вот эти три элемента у нас 990 потом у нас две девятки осталось и еще раз два три четыре нуля добавилось действительно стало шесть элементов ну и дальше нашли прикольненько забавненько замечательно ну то есть единственное что сегодня было такое на повторение да это вот это вот форма записи вектора это но мы ничем его не инициализируем он инициализируется самым нулями потому что умненький и вот как бы сдаем такой размер так а у нас же есть еще анализ давайте анализ в листинге 23.4 функции фил и фил н используется для инициализации содержимого контейнера двумя отдельными наборами значений как показано в строках от 12 и 18 12 и и но у меня сейчас все здесь съехала так пойти мы сломаем обратно программу смысле починим 1218 да вот все 1218 обратите внимание на переменные на переменные функции обратите внимание на перемен на применение функции сайтс перед заполнением диапазонов значений обратили внимание существует этот вызов создает элементы которые впоследствии будут заполнены значениями алгоритм фил воздействует на весь диапазон алгоритм фил н может воздействие только на часть диапазон так кстати а вопрос вот смотрите он говорит что алгоритм фил воздействует на весь а а не ну смысле ну а чем разница всего диапазона и часть диапазона ну то есть смотрите когда у нас понятно а не я просто к чему чуть чуть затупил то есть когда мы здесь минус один же делаем у нас все работает это же тоже получается часть диапазона ну или это весь диапазон от начала до минус 1 до получается то есть это тоже как бы весь диапазон считается а здесь ну очевидно что если мы напишем вот так то филон тоже сработает же давайте напишем вот так вот и у нас получается сколько 6 и у нашей 6 минус 9 будет у нас 6 минус девяток а мы можем на ездить на весь диапазон значений так смотрите все я понял разницу здесь мы не можем указать какое количество элементов нам изменить но смысле заполнить мы здесь не можем указать то есть вот какой диапазон мы указали даже это пусть будет там бегин плюс 2 и n минус 1 мы все что там лежит перри запишем перри заполним на девятки да а здесь мы с вами можем указать сколько значений относительно диапазона ну там какого-то да то есть одно минус 1 минус девяточку сделать там 4 минус девяточки сделать и так далее то есть получается fill in такой более гибкий когда нам нужно вот в диапазон в диапазоне изменить какие-то пары значений да но хотя тоже они же идут друг за дружкой да и получается что ну условно я и в обычном филе могу указать там вот а куда и все заполнить там девятками не очень получается какая-то разница есть ну то есть насколько это гибше забавно получается здесь мы как бы можем указать ну а здесь если мы не укажем то заполнится все ну как бы понятно да что получается здесь опускается и итератор а наверно как здесь знаете вот смотрите сейчас порассуждаю немножечко да люблю порассуждать очень интересно как это будет работать внутри чего внутри 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 потому что смотрите например предположим у нас два миллиарда элементов и мы хотим изменить ну скажем первые два мы хотим первые два заполнить ну или там 1 оставить там следующие два за ним например заполнить чем-то да остальные ставить скажем без изменения предположим мы так хотим и например и и это все 0 да давайте представим что 2 миллиарда нулей у нас есть и соответственно если мы берем и указываем здесь например begin и здесь минус там миллиарды но 2 минус там миллиард 999 бла 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 во-первых не очень удобненько получается да что нужно высчитывать вот это вот дело а здесь мы просто указали позицию что мы хотим чтобы с 5 позиции у нас было 4 минус девятки и все или там в какой-то еще позиции у нас было плюс 5 конечно вот да тогда вы это конечно удобней но ну да а здесь бы мне пришлось писать плюс 5 а здесь еще высчитывать докуда бы мне надо бы чтобы там это дело все остановилось то есть получается действительно что фил н он такой более гибкий и мы в нем можем не запариваться над тем ну и ну на тем где за и где ему остановиться то есть вот здесь мы четко указываем 4 элемента сделаем не минус 9 и все тормози и это наверное ну как бы правильно да потому что вот здесь вот я еще о чем подумал что как она там вообще внутри работает то есть ему же нужно отсчитать предположим от первого там но от нулевого элемента плюс 5 а потом ему нужно осознать что у него там 2 миллиарда значений но здесь кстати не 2 миллиарда наверно я просто условно натыкал и то есть он пойдет сначала там в конец да и пойдет оттуда считать или к то есть это просто по времени выполнения может быть намного дольше если мы уйдем ну от начала 5 он бог с ним отчитал а потом такой так конец пошел к я в конец ушел на двухмиллиардный шаг ушел на другой полюс и такой обратно тут до моего там условно мне нужно здесь два значения ставить и он 2 миллиарда шагов сделал у него там этот будильничек с шагами с ума сошел гриды вы хватит только ходить и это в общем это наверное было бы по времени выполнения намного дольше я так думаю если это не так напишите пожалуйста в комментариях поправьте меня поэтому я вот это просто я рассуждаю вообще ничего не утверждаю абсолютно просто мои рассуждения вслух как это дело работает и почему филан предпочтительный если мы хотим изменить какие-то вот с какой-то позиции заполнить какими-то значениями так наверное удобнее и так быстрее неудобнее даже до удобно такое себе выражение вот быстрее наверно да вот прекрасно и замечательно у нас еще есть один совет можно заметить что код в листингах 21.123.123.3 используют константные версии тратеров то есть себе геннесси n при определении границ диапазон контейнера однако листинг 23.4 используют begin and дело в том что алгоритм фил должен изменять элементы контейнера а это не может быть сделано с помощью констант литераторов который не допускает изменение элементов на которой не указ как приятно когда ты читаешь совет а мы уже его потыкали ой молодцы какие-то и молодцы какие-то молодцы же она на молодцы молодцы так использование константных итераторов хорошая практика но при необходимости изменять элементы на которые они указывают следует использовать не константные итераторы вот такая вот прекрасная программа у нас сегодня вот такой прекрасный фил с которым мы сегодня первый раз встретились и познакомились и это здорово прикольненький алгоритм или алгоритмическая функция как комментарий напишет вот на следующем нашем с вами занятием поэтому плейлисту у нас с вами ждет использование алгоритма generate для инициализации значениями генерируем и во время выполнения звучит сложно и листинг 23.5 использование алгоритмов generate generate н для инициализации коллекции случайными значениями соответственно вот такой вот тоже кстати этим джинни рейтом и джинни рейт не пользовались ни разу в этом плейлисте не было такого поэтому тоже нас ждет что-то новое поэтому всегда как всегда как обычно не забывайте ставить лайк подписываться на канал если ожидаете новый ролик потому что выйдет он совсем скоро вы еще не успеете досмотреть этот как выйдет уже новый в любом случае спасибо вам большое за просмотр не забывайте подписываться потому что напоминаю что время просмотра подписчиками за последние 28 дней у нас с вами 54 процента 54 с половинкой почти наш челлендж с вами добиться 60 процентов так что подписываемся нажимаем на колокольчик не пропускаем новые ролики смотрим захлеб от начала до конца все меня зовут илья это канал изучаем си плюс-плюс вместе этот плейлист посвящен книге ситхард хараус 8 плюс плюс самостоятельно за 21 день чем мы с вами здесь и занимаемся осваиваемся плюс плюс не за 21 день но вполне себе осваиваем и разбираемся не забывайте писать также комментарии у меня было сегодня несколько вопросов если знаете ответы на вопросы пишите в комментариях если не знаете ответы на вопросы то просто пишите комментарии потому что они помогают продвигать ролики и все увидимся с вами в следующем ролике тем пока